Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Посмотрела я вчерашние видосы, пробежалась по ним. Вчера что-то я не делала, второй обзор. Не захотелось. Посмотрела этот тухляк, думаю, какой же скучной жизнью они живут. Ужас! Они и правда... Они как пленные, ребят. Они в плену у собственной лени. Они целый день торчать дома, просыпаться, когда за окном уже темнеет, вылазить ночью на улицу. Ну это вообще жесть, ребят. Я не знаю, как так можно жить. Ночью торчать, в интернете висеть целую ночь, не спать, с утра засыпать и дрыхнуть до вечера. На сей раз как-то у них странно видеоролики выходили. Начинался день у них с вечернего видоса, где они на свои грязные потные ноги этот фиксатор натягивали, примеряли. В общем, Фовке было дано задание, партзадание выбрать Нинки фиксатор. Мужчины в основном, знаете, заказывают женщинам цветы, драгоценные металлы, ароматы, духи или туалетную воду. А Фове приходится фиксаторы на костяную ногу заказывать. Да, Нинке. Ну, такая жизнь, такая жизнь, что скажешь, если нажрали сами ее. Ну и, значит, фиксатор оказался негодящим. Фове пожалел денег. Тот, который им рекомендовали, стоил почти четыре тысячи, а этот-то подешевле, три, поэтому решили ухватить, что подешевле, и оказалось у Фуфло. Нинка натягивала, натягивала, натянула на свою потную ногу, да так, что потом настолько вспотела, что стянуть не могла, потом Фова себе натягивал. Короче, я представляю, какой этот фиксатор вонючий и мокрый после их грязных, немытых, потных ног. И они же его потом потащили сдавать назад. У меня, ребят, ну, честно, чуть не вырвало. А ведь кто-то потом тоже получит этот товар и будет примерять. Только достанет из пакета, и уже, наверное, от запаха не будет знать, куда бежать, только распаковав его. Ну, дальше, короче, бубнила, бзымчала, что она там злилась, что Фовка такой-сякой не мог выполнить Нинкино партийное задание. Дальше, опять же, Нинок, чуток побзымчала, что вот, не дождетесь, чтобы я ушла, чтобы я закрыла канал. Мы не ждали, что ты закроешь канал, мы знали, что ты вернешься. А жрать-то ты за что будешь? Ты не собиралась уходить. Да, это твой такой конек, Нинок. Угу, я ухожу через полчаса, возвращаясь, как ни в чем не бывало. Уже все привыкли к твоим выходкам. И, ну, тебе, собственно, верить, тебя не уважать. Дальше Нина решила устроить показуху. Вышла, значит, на балкон, продемонстрировала, что у нее там на веревке полотенца висят. Знаете, может быть, грязные повесила. Кто ее там знает? Нет, мы не видели, чтобы они стирались. Показало, что вот на улице еще светловато. То есть, вот они проснулись, да. Хотя, вы знаете, уже не светловато было. Это было не утро и не день. Это уже было ближе к вечеру. Постаскивала все полотенцем и поперлась якобы демонстративно развешивать. Что вот, постирала, уже все подсохло, да. Новые она якобы туда не вешает, не использует. А вот постирались, высохли и, пожалуйста, вперед. Вот все. А все думают, что у нее все время грязь висит. Но это она опять же нам ответочку. Ответочку с вами шлет. Что нет, она не неряха. Она не неряха. Полотенца у нее не стоят. Они так у нее. Просто, видимо, от холода подмерзают. И поэтому в таком полустоячем виде. Слушайте, хоть мы ей хоть какие-то идеи подкидываем. Хоть с этими полотенцами пошуршать туда-сюда. Ведь уже не знает, что показать. Она уже не знает, что рассказать. Уже у нее и правда все. Сценарии все закончились. Мысли в голове все перепутались. И Ниног уже не знает, что говорить. Дальше, значит, она решила приготовить супец. Из сырков, да. Из сырков. С курочкой. И с картошечкой. И, значит, интересно, что говорит. Ой, сейчас буду чистить овощи. Я уже, знаете, так подготовилась. Думаю, сейчас посмотрим на эту картину Репина, где Нинка стоит в умывальнике. И головешка ходит. Тудема, сюдема, тудема, сюдема. А нет не показала. На сей раз не показала. Решила, все, хватит, больше не покажу. Ну, мы же об этом заговорили. И Нинка решила свой тик не показывать. Ну, а Фофан уже сидел, да. И прям Нина мыслями своими управляла сознанием Фофы. Она только подумала, что нужно кубиками картошечку порезать. И Фофонька уже ее мысленно уловил. И кубиками порезал. Замечательный муж. Но только этот бедный муж Света Белого не видит. Целыми днями в потемках. Просыпаются на улице темно. Ложаться спать тоже еще темно. На улицу выползают темно. Бедная седовласка Белого света не видит. А Нинка все по темноте его таскает туда-сюда. То на покровку, то в магазин. То глиндвенчик купить. Ребята, это так угарно было, как они там шастали, да, по морозу, да, якобы. Ой, снег скрипит. Какая красота, какая шикарная погода. Какой глиндвейн вкусный. И Фофка с этим стаканчиком идет, слушайте, как первоклассник. Как будто там самая волшебная вода в мире. Несет его. Так показательно, так показательно, чтобы мы с вами все позавидовали Фофоньке, что у него есть такой волшебный стаканчик и такая на всю голову волшебная Нинка, мамка Нинка. Ну, как всегда, Фофонька старается впереди бежать. Ну, а как он объяснял, когда они шли на Валдберрис или Озонку, да, в общем, короче, несли фиксатор для шлеп ноги. Как он объяснял, что кто-то туда, не туда, вернее, пошел и какую-то бандуру или балду или что нес. Ребят, я угорала. Он даже объяснить не мог. Нес какую-то пургу. Ну, и слушайте, два лентяя, два тунеядца идут, возмущаются. Сами на ночь глядя выбираются на пункт выдачи. Люди после работы туда заезжают, потому что, собственно, времени нет. Люди работают. А эти до вечера дрыхнут и перед закрытием носы свои высовывают. Они, видимо, боятся днем вылазить куда-то. Настолько уже опозорились на весь город, что им страшно днем высовывать свои носы. Вот они и прутся среди ночи. В магазины, которые уже закрываются, на пункт выдачи, который тоже уже закрывается. Ужас, ребят. Вот серьезно, посмотришь на их жизнь и думаешь, это как так можно жить? Как можно, скажите, так жить? И, значит, шагают они там еще по покровке, да, и рассуждают, что вот, а кто-то там написал, что мы уже в тайе. Да, Нинка, я написала в названии видео, на превьюхе, но сказала, что это твой такой хитрый ход. Уже такое было. Мы уже это проходили и видели. Ты любишь подурить людям голову, да? Да, уже было такое, что люди начали говорить, что вы уж куда-то укатили. И сейчас ты решила точно такое затеять. Хотя у тебя впереди уколы. Да, уколы в ногу. Ну, дальше зашли, как всегда, они в спар, перецапали, перелапали все на свете. Это любимая тема пиратки. Все облапать, все обцапать. Ну, что-то как-то они немного-то всего и купили. Раньше затаривались по полной. А сейчас как-то стало заметно, что денег совсем мало. Ну, а вообще, ребят, тухляк тухляком. Смотрите, ну, правда, нечего. Сидят целыми днями в этой квартире. Вылазят только, когда темнеет. И все время одна и та же дорога. Покровка, спар, иногда торговый центр, спортмастер, где все одно и то же. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok